И мы имеем право, кстати, ожидать улучшения от Антона Козлова, который в первой попытке показал 90 с половиной баллов. На данный момент он занимает пятую позицию в квалификационном промежуточном протоколе. И смотрим мы попытку номер два. Поехали. Антон Козлов, пилот из Ульяновска, вице-чемпион российской дрифт-серии. По итогам своего дебютного сезона вовремя открывается даже с запаса. Вдоль белой линии скользит от Touch & Go 2 к Touch & Go 3. Много здесь угла, так и должно быть. И через внутренний тач к шестерочке. Вот она под задним правым колесом, где ей самое место. Здесь седьмой все вроде неплохо стабилизируется ручником. Антон Козлов начинает нанизывать на свою траекторию восьмые Touch & Go. Вот здесь будет вопрос, что же там было с задним левым. Однако в целом подметим себе это на полях виртуальных. 30 за траекторию, 29 углов, 37 с половиной за стиль. Отличная прибавка к уже достигнутому результату. И сейчас мы с вами увидим, где окажется Антон Козлов. 96 с половиной баллов. И это второе место. И это только вторая группа. То ли еще будет. Ну что, Максим Гроссман. Человек, который запросто может тоже туда в когорту лидеров заехать. И 95 баллов за первую попытку ему это право, безусловно, дают. И поехали, поехали, поехали. Toyota Mark II в ливре. Команды Time Up в зоне постановки. Открывается Максим Гроссман. Агрессивно, здорово. И удерживается при этом в границах трассы. По-моему, был все-таки Touch & Go. 34-й был совершенно точно, как и 5-й. Едва там не проваливается в слишком большой угол. Это там, где надо было набирать темп. Посмотрим потом на графиках, что там происходило. Седьмой Touch & Go тем временем позади. И Максиму Гроссману предстоит свидание с четвертым сектором. Неплохо свидание-то прошло в целом. Конфетно-букетно. И последний сектор номер 5. Есть финиш. И ждем с ним. Не последовало за это никакого наказания. И это очень здорово. Один балл за коммитмент. Но это, можно сказать, малой кровью отделался Максим Гроссман. Потому что, в общем, мог Владимир Сафонов с ним и пожестче поступить. Именно благодаря вот этому самому снижению скорости. Итого. Всего-навсего 3 балла потерял за все 920 метров оцениваемого участка Максим Гроссман. Даже чуть меньше, с учетом того, что разгон у нас не оценивается. 97 баллов. И вот так взлетает на четвертую строчку. Разгон оценивается отчасти. Он должен. Поэтому, конечно, мы ждем второй попытки и улучшения. А пока Григорий Бурлуцкий. Чемпион РДС Европы. Да. И человек, который, более того, дал возможность своему товарищу по команде Антону Козлову потренироваться. Взяв с собой запасной автомобиль BMW E46. Пока F22 Антона Козлова немножечко... Была в процедурах. Ну, а пока Григорий Бурлуцкий со своей F22 уже исполнил фуридаши и собрал ценный второй клип и дотянулся до третьего. Ну, а теперь перекладываемся и через четвертый начинаем движение. Через пятый. Здорово. Туда, к заветной шестерочке. Получается и это без нарушений по, во всяком случае, границе трассы и дальше. Спасибо большое за этот план. Он великолепен совершенно. Движемся мы вместе с Григорием Бурлуцким через восьмую зону. А сам чемпион РДС Европы собирает здорово два последних клипа. Траектория ничего. По коммитменту 0,5. Ах, Владимир, Владимир. И полтора балла за флюидите. Мой полгол. Отнял Владимир Сафонов. Ну и Антон Новик. Я тоже полбалла от нему найду. За что? Так, 30 траектория максимум. 29,5 почти максимум. Стиль почти максимум. 97,5 баллов. Новый лидер квалификации у нас. Леонид Шнайдер под видар. Его 96,5 баллов, которые принесли ему девятую позицию на данный момент. Еще один пилот Такаяма Форвард Авто на второй попытке. Ну что, поехали, поехали, поехали. Разгон. Постановка. И вот начинается волшебство. Да, собрал Touch and Go 2. Роман Тиванар вдоль белой линии движется к зоне замедления. Аккуратнейшим образом собирает внутренний Touch and Go. Распрямляет траекторию. Четко по белой линии проходит Touch and Go. Шесть, седьмая, еще одна перекладка. И на кону теперь. Четвертый сектор. И я не понимаю, было ли там колесо стопроцентно за белой линии. Но попытка нарушить границы трассы была. Пятый сектор. Это у них главный тренер Игорь Ларионов. А, да, это достойно, безусловно. Так, ну что, 38. Подождите, а как так получилось? А, все, понимаю, как так получилось. 30, 29, 38,5. Итого 2,5 балла долой. 97,5. 97,5. То есть улучшение есть. Это шестая. А баран зоны нет. Шестая. Спокойно опровергает на раз-два просто. Андрей Остапов, пилот Лукойл Рейсинг и Дрифт Тим. Екатерин Буржец в обвесе собственного изготовления, фактически. И вот эта самая Е92, которая существенно отличается от автомобилей и остальных этой самой команды. Хотя база у всех одна и та же. Андрей Остапов исполняет Фури Даши. Мне показалось, что ступенчатый, но мы на повторе. Попробуем это разглядеть. А потом еще с показаниями Дрифт Дайнемик с верим. Но самая главная траектория пока соответствует критериям. Ух, как здесь щедро-то с углом получилось. Здорово. И Touch and Go 6. Отлично. И без нарушения границы трассы. Там она заставляет пилотов отодвигаться внутрь несколько. И здесь вовремя нажимает Андрей. И от души там дымом скрывает границу трассы, не нарушая ее. А вот и последний сектор. И, по-моему, тоже отработал последний Touch and Go. Тех, у кого все еще... Ноль пенализации за траекторию. Немножечко по углу. И что же, всего полтора балла за коммитмент снимает Владимир Сафонов. И вы... И он так и хочется перейти на нерусский язык в этот момент. Ну что, повторение? Мать учения? 97,5. Да, не повторение 100-бального результата. Но Пафтатину влияние не окажет, поскольку он сейчас находится достаточно высоко на шестой, если я не ошибаюсь, позиции. И седьмой. Да, да, да. Андрей Остапов с таким же результатом. Но просто у Андрея Остапова два таких результата. А Евгению Лосеву еще предстоит показать результат во второй попытке. Что он и начинает делать очень агрессивно. Атакуя и клипы, и белые линии. И не нарушая границ трассы. При этом агрессивно опять-таки перекладка. И Евгений Лосев виртуозно совершенно приближается к внутренней кромке трассы, собирая соответствующий клип. Вот он уже на мандже и готовится к четвертому сектору, который неожиданно для многих стал проблемой. Но не для Евгения Игоревича, который здесь очень здорово отработал. Докрутил автомобиль чуть-чуть на входе в пятый сектор. И я не знаю, осталось там. И вам, уважаемые зрители, надеюсь, что вот то, что судьи до вас доносят таким образом через меня в данном случае, это для вас тоже полезно и значимо. Ну что же, Андрей Астапов, подвинься. Это как минимум. Да, потому что 98. 98. И при этом штрафа по углу нет, обратите внимание, в пятом секторе. Да, кстати говоря, штрафа по углу нет. Простили Евгению Лосеву вот эту коррекцию. Конечно же, Астапов свое слово уже сказал. Серебряный призер первого этапа РДС Гран-при, который проходил на Москову Рейсуэй, сейчас попытается улучшить свои 83,5 балла. Да, 83,5 это, конечно, не то, на что рассчитывает сам Григорий и его поклонники. На сей раз и постановка более артикулированная. А вот это уже может привести к некоторой пенализации. Ручник там совершенно неуместен, даже если это служит благой цели отработать Touch&Go 2. Григорий Гусев тем временем ныряет на 4 метра в Touch&Go 6. Перекладывается перед входом в дугу. Ой-ой-ой, как здесь тоже было изрядно с углом. Но, похоже, удалось собрать эти восьмые Touch&Go. И чуть-чуть узковатое это улучшение существенное. Самые главные неточности удалось победить, удалось убрать. И что в итоге полтора балла дало? 98,5 за лучшую из двух попыток. Она же вторая. И четвертое место. Четвертый лидер личного зачета. Ну а пока Георгий Чевчан. 94,5 балла за первую попытку. Теперь, конечно, этот результат уже какой-то такой. Средненько как-то. Средненько. Средненько. Четырехкратный чемпион RDS GP на своей второй попытке. Постановка вдоль белой линии. Ой-ой-ой, как хорошо-то есть. Вторая внешняя. Вот и третья подоспела вслед за ней. Перекладка. Отлично. И наступает на правую педаль Гоча. Очень интересная у него здесь траектория. Весьма своеобразная. Он стремится сгладить выход всегда, чтобы больше скорости пронести через вот этот участок. И вот он, четвертый сектор. И отталкивается Z-ка внутрь несколько. Чуть не оставил там пару клипов без внимания оценок. По траектории ноль вопросов. По углу ноль вопросов. И по стилю совсем немножечко вопросов. Как раз, кстати говоря, по коммитменту, что странно. Да, да. Но не во втором секторе, кстати говоря. А в двух последних, в частности, возникли определенные нюансы. Да, это не 100 баллов, конечно. Но это 98,5. И взлетает Гоча на вторую секретную Супру. Как вы яхту назовете? Вот назвали машину адским именем. Вот вам, пожалуйста, она удобно устраивает механикам с незавидной регулярностью. Незавидной для механиков, конечно, прежде всего. Отрадно, что Григорий Гусев на месте, значит, мотором все по-прежнему хорошо. А Артем Шабанов исполняет очень впечатляющую постановку. И не менее впечатляюще проходит следующий за постановкой сектор с порядковым номером 2. А вот теперь и вниз ныряет туда Супра-80 под 77-м стартовым номером. Четко вдоль линии выходит он, отталкиваясь от внешней кромки трассы. Теперь четвертый сектор. И снова очень здорово. Стабильно по углу, несмотря на движение руками довольно артикулированное, движется Супра. И это, конечно, здорово. Пилот команды. Ух ты. Ух ты. Ничего себе. Один балл за коммитмент. И мне кажется, что Артем Шабанов постепенно становится любимым пилотом Георгия Чевчана. 99. Потому что обходит он Георгия Чевчана на полбала в этой квалификатке. Ох, ребятки. Будет обязательно еще Толи, но пока у нас будет Дамир на старте. Дамир Диатуллин тоже 90,5 баллов заработал за первую попытку. Проезд был классный, но ведь там тоже были проблемы с белыми линиями и колесами там, где не нужно. Но теперь, я думаю, что все уже подвергнуто анализу. Кстати, споттером команды на этом этапе работает Федор Воробьев. Небезызвестный вам всем. И Федя тоже много интересного рассказал про то, как меняется восприятие, когда ты смотришь со стороны. Ну а пока Дамир и Диатуллин очень здорово. Первые два сектора. Перекладка. Зона замедления Touch and Go 4. И вот она, фирменная манера прохождения внутреннего клипа. И здесь, ой, как классно. А вот только дальше были проблемы во время первой попытки. Сейчас посмотрим, что же Дамир предпримет во второй. А во второй, ой, 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 ой. Несите огнетушитель. Жара начинается настоящая. Есть, 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 есть. Однако, и ставки-то высоки. На кону-то 97,5 баллов Григория Бруцкого. Я, кстати, напомню вам, дорогие друзья, что Дамир и Диатуллин. Оооооо, да! И снова, и снова он сделал это. Сотня, 100 из 100 возможных. Получите, распишите, дорогие товарищи Напомню, на экранах у нас вторая группа Участников квалификации не третья и не четвертая